Слово зоотехния произошло от греческих слов зоо, животное и техни, синтез искусства и науки. Иными словами, зоотехния — это научная основа животноводства. В древние времена, когда наши предки приручали винторогих коз и диких кабанов, они заметили, что кормление животных, их содержание и развитие тесно связано с продуктивностью. Главное правило древних зоотехников актуально и сегодня. Чем лучше питание животных и уход за ними, тем больше у человека продуктов. В наши дни сфера деятельности зооинженера обширна. Если ты станешь зооинженером, то сможешь трудиться на птицефабрике, звероферме, свиноводческом и животноводческом комплексах, зоопарке и на конезаводе. Зооинженер занимается селекцией и разведением животных с использованием методов генетики и биотехнологии, разрабатывает рационное питание для животных, контролирует качество и количество производимой продукции. В крупной животноводческом комплексах содержится несколько сотен тысяч животных, за самочувствие которых отвечают зооинженеры. Поэтому наиболее важная в этой профессии — ответственность. Также для успешной работы зооинженера необходима исполнительность, инициативность, умение контактировать с людьми. Карьерный рост зооинженера возможен не только в производственной или административной сфере. Человек с дипломом зооинженера может заниматься исследовательской деятельностью, писать кандидатские и докторские диссертации, прежде всего в области селекции, кормления и содержания животных. Не думай, что зоотехния — наука консервативная, она постоянно развивается, широко применяются информационные технологии, позволяющие повысить эффективность производства. Будущие зооинженеры изучают биологию, химию, основу ветеринарии. Как показал мониторинг Министерства труда, предприятия сельского хозяйства испытывают сегодня большую потребность в кадрах. Профессия зооинженера вошла в перечень профессий, наиболее востребованных в Оренбургской области за последние три года. Белоснежные халаты, загадочные пробирки и точность до миллиграммов. В таких условиях технологи учатся готовить мороженое. Чтобы оценить качество продукта, нужно знать, из чего и как он сделан. Сложность работы специалиста мясной промышленности в том, что физиологические и микробиологические процессы, которые происходят в мясе, постоянно изменяются под воздействием тепла, кислорода воздуха, микробов и ферментов. Опытный технолог должен уметь управлять всеми процессами. Я всегда мечтал работать с животными. А зооинженер является главным специалистом на производстве с обширным круговозором знаний и возможностей. Зоотехники и технологи на сегодняшний день востребованы. Потому что в хозяйствах и перерабатывающих предприятиях есть острая нехватка специалистов. Именно молодых специалистов. Это специалисты, которые обладают современными компетенциями, которые имеют новый образ мышления, способны работать с современными компьютерными технологиями на специализированных программах оборудования. Поэтому зоотехники и технологии будут востребованы во всех сферах и гарантированно трудоустроены. В 1836 году стараниями военного губернатора Василия Алексеевича Перовского в Оренбурге было создано уникальное училище земледелия и лесоводство, которое подготовило немало кадров лесничих. Кафедра лесоводства продолжает традиции подготовки лесоводов высшей квалификации. Для этого создана необходимая база профессиональной подготовки, компьютерные и мультимедийные аудитории. Обновляется оборудование, а самое главное, у нас работают высококвалифицированные преподаватели, профессора и доценты. Сотрудники кафедры имеют практический опыт работы, благодаря чему осуществляют связь науки и производства. Выпускники востребованы на рынке труда. Предоставляется возможность трудоустройства ведущими специалистами лесничеств, специализированных лесопожарных центров, зональных лесосеменных станций, центров охраны и защиты леса, заповедников, национальных парков, на предприятиях лесного и охотничьего хозяйства. Я Донецков Максим, обучаюсь в Аграрном Оренбургском университете на факультете биотехнологии природопользования. На пятом курсе с детства болен природой, всегда мечтал работать в этой сфере. Ну и планирую дальше помогать нашей планете, озеленять ее, чтобы все наши ресурсы приумножались и жизнь на нашей планете процветала. Поступайте в Аграрный. Я Богдан Богдан, обучающийся на факультете биотехнологии и природопользования, специальность лесное дело. Приглашаю вас обучаться со мной на этом прекрасном факультете. Тут мудрые преподаватели, очень хорошая базовая подготовка. И что я хотел сказать в конце. Лес – это легкие наши планеты, и без них мы прожить не сможем. Так что, дорогие друзья, я вас жду на нашем факультете. Вот уже более 20 лет в Оренбургском ГАУ готовят специалистов-экологов и биологов. В настоящее время в УЗИ открыт бакалавриат по направлениям подготовки экологии и природопользования и биологии. Эти актуальные и нужные профессии востребованы не только в области, но и далеко за ее пределами. Государственная система экологического мониторинга – органы контроля качества атмосферного воздуха, воды и почвы, особо охраняемые природные территории, научные организации. Вот далеко не полный список тех организаций, которые нуждаются в профессиональных знаниях и умениях наших выпускников. Для подготовки будущих специалистов-экологов и биологов в УЗИ созданы все необходимые условия. На кафедре биологии, природопользования и экологической безопасности открыты специализированные аудитории, в которых будущие специалисты изучают современное экологическое оборудование, отрабатывают навыки оценки состояния окружающей среды, выполняют аналитические задания в области природопользовательской и природоохранной деятельности. Современные экологи должны не только хорошо разбираться в структуре природной среды, но и уметь оценивать ее состояние, к примеру, почва. Это не только поверхностный грунт, а важнейшая среда жизни со своим уникальным составом и свойствами. Я студент управления подготовки биологии. За время обучения в университете получил мощнейшую научно-практическую базу. Побывал и в одной практике, также написал в составе изделий из группы о научно-изделийской работе, с которой побывал в Саратове, в Волгограде. Хочу сказать большое спасибо профессорскому преподавательскому составу кафедры. Отметить, что именно здесь учат любить и уважать родную природу. Я являюсь студенткой третьего курса Альбурского государственного крага университета по направлению подготовки к экологии и природной оборудования. Практические навыки мы обретаем на семинарских и практических занятиях. Практики мы закрепляем на любых и производственных практиках. Также у нас очень интересные инфекционные занятия. Преподаватели у нас очень отзывчивые, всегда придут на помощь. Также у нас очень интересные занятия. Факультет биотехнологии природопользования удивительный факультет. Здесь собираются те, кто любит природу, те, кто учатся ею управлять. И поэтому мы с удовольствием будем ждать всех студентов, которые любят экологию, биологию, которые умеют и хотят заниматься биотехнологиями. Биотехнологии имеют перспективу будущего, причем ярчайшую перспективу будущего. Мы их приглашаем учиться сюда, к нам в Оренбургский государственный ограбительный университет, на факультет биотехнологии и природопользования. От экологического состояния почв зависит качество наших продуктов питания, а также устойчивость и разнообразие природных экосистем. Как и любая среда, почва подвержена различным загрязнениям, которые специалисты-экологи должны уметь своевременно выявлять и предупреждать. А ведь кроме почв есть атмосферный воздух, водоемы, природные и антропогенные ландшафты, которые нуждаются в постоянном контроле. Вот почему профессия эколога так важна и актуальна в современном мире. Конечно же, экологи и биологи должны хорошо знать растительный и животный мир биосферы. Сохранение биологического разнообразия является важнейшей задачей современного общества. Для этого будущие специалисты изучают цикл биологических дисциплин, таких как зоология, биоразнообразие, биоэкология, биомониторинг и других. Одно из лучших мест для проведения занятий зоологический музей Агау, располагающий интереснейшими и уникальными экспозициями. Кроме аудиторных занятий, большое место в подготовке будущих экологов и биологов занимают полевые и производственные практики. Кафедра биологии давно и плодотворно сотрудничает с заповедниками Оренбуржья и другими природоохранными организациями области, на базе которых проходят интересные выездные занятия и практики. Ведь это так здорово оказаться в нетронутых заповедных краях и учиться у самой природы. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что профессия эколога и биолога является одной из самых нужных и интересных. В Оренбургском Агау созданы все необходимые условия для подготовки высококлассных специалистов в данных направлений. Приходите в наш ВУЗ, в наш большой и дружный коллектив. До встречи в Агау! Субтитры создавал DimaTorzok